Всем привет, друзья! Вы на канале Эксперавит. Меня зовут Виталий и я продолжаю играть в фраг-про-шутеры. Сегодня, друзья, я буду играть исключительно колодой из одной защиты. Почему именно так? Я решил, ребят, вообще поиграть, абсолютно собрав колоду лишь одной масти. То есть сегодня будет защита, потом будет атака, база и центр. Дело в том, что у нас есть такие задания, там где мы должны раз 20 воспользоваться картой, там, атаки, базой, центр или защитой. Я подумал, почему бы не собрать вообще всю колоду и так быстрее выполнить задание. И вы знаете, некоторые колоды одной масти себя довольно-таки неплохо показывают. Итак, друзья, самое первое, что нужно знать, когда играете за защиту, защита никогда не идет в атаку. Они всегда находятся именно возле ваших баз, именно их защищают, понятное дело. Поэтому нет смысла вам отвлекаться и нажимать на атаку базы. Разве что вы можете только нажимать на свою базу, чтобы ее защищали. Следующие, ребят, атакующими должны выступать именно вы. Так, отключим от первого лица, выберем пока хантера. Так, я вижу, с левой стороны уже на нас начинает атаковать. Нам нужно сделать небольшой коридор. Для чего нужен этот коридор? Чтобы персонажам было проще отбиваться без меня. Так, ладно, одного есть. Так, я вижу, там здоровый дядька бежит. Которую нужно вынести. Есть. И теперь мы идем просто, ребят, в атаку. Защита у нас по-любому проседать не будет. Главное теперь нам тут не обглашать. Еще, друзья, готовьтесь к тому, что вы будете не всегда завершать катки досрочно. То бишь, то есть вы не всегда будете уничтожать абсолютно все три базы. Скорее всего, вы будете побеждать здесь именно по очкам. Потому что мы знаем, что за убийство каждого там персонажа, да, у него, ну, у противника забирается тоже какие-то там энное количество очков. Так вот, именно за счет того, что вы быстрее добьете до нуля, вы можете вытянуть катку. В редких случаях вы будете уничтожать абсолютно все три базы. Так, видим, видим, идет. Давайте я, наверное, все-таки выберу. Блин, а, вон она появилась. Все, переключаюсь. Ребят, а вы можете попробовать все сами. И напишите мне в комментариях, как вы считаете, какая все-таки сборка. Из атакующих, защиты, или базы, или центра, все-таки, по вашему мнению, будет лучше. Не уничтожил. Надо еще одно попадание. Вот оно. Так, может мне сегодня подфартит, и я уничтожу прям все три базы. Так, есть. Ну, пока мисс уверена, вроде как, лидируем. Хотя, бывает, ребят, если вы изначально неправильно начнете, вы не сможете сделать сами себе коридор, и атакующие прорвутся, тогда у вас будут большие проблемы. Поверьте, я знаю. Так, теперь мне немного тут сложновато. Промазал, к сожалению. Блин, а вы видели? Мне показалось, или почему-то очки не уменьшались? Так, давайте теперь продолжим за Эль Падро, или как-то он его зовут. Есть. Долбанный Рик Роб. Так, Фрост вообще никак не тянет. Вот это мне уже не нравится. Так, наверное, сейчас куда-то сюда побежит. Ага. Ага. Да, блин. Не хватало мне еще на последних секундах проиграть. Где? Кто? Где вы воюете? Победа. Да, ребят, победа. По очкам. Готовьтесь к тому, что именно когда вы будете играть за защиту, у вас будет такое происходить довольно-таки часто. Но хочу вам сказать, что... Ну, вот именно мой опыт игры за защиту... Ну, у меня победы, ну, довольно-таки частое явление. Хотя, бывает и поражение. Например, меня было в такой же пачке, и победил один из моих соклановцев. Да, было и такое. Так, давайте еще раз сыграем. Посмотрим. Постараемся теперь выиграть с более уверенным счетом. Самое главное, чтобы не просело ничего в самом начале. Если в самом начале я меня убью, то тогда будет конкретная жопа. Надо будет сперва отбиться, чтобы потом как-то постараться выбиться в лидеры. С левой стороны, по-моему, они идут. А нет, идут с правой. Они вообще... Ага. Чувак, не-не-не-не. Не пропустим. Так, ладно, здесь коридор свободный, поэтому я пойду здесь. Хотя вот этот Фрост, он меня малость напрягает. Давайте, наверное, его убьем. Есть. Так, и до моей базы добрались, да? Направляем их туда. Промазал? Нет, не промазал. Чуть даже попало. Да, ёперный болеет. Оглушение. Я не пойму. У меня там 4 защитника. И каким образом так легко уничтожили базу. Ребят, ну вы издеваетесь. Тем более, кто Дэн? Вообще смешные, что ли? Где он делся? Ну, тупец. Ненавижу, когда вот эти замедления происходят. Именно поэтому я стараюсь абсолютно всегда уводить. Уводить прицел. Есть. Так, кросс. Отлично. Но мы начинаем проигрывать. И мне это не нравится. Ну, на 2 очка лидируем. Понял. От этого чувака лучше держаться подальше. Пока он к себе, падла, не притянул. Так, я надеюсь, мои сервы возродились. Потому что не хотелось бы повтора того, что только что происходило. Есть. Отлично. Дэнчик. Мне пора. Есть. Отлично. Перезарядка. Ох, блин, как они меня со всех сторон, а. В принципе, сейчас не обязательно даже добираться до той базы. Можно просто их пораскидывать. Вот таким вот образом. Ага, вижу. Добивайте кто-нибудь. Есть. Этот кто-нибудь оказался я. Блин, почему этот слаймия реально в меня задрал? Он вечно прям в меня бросает. Вот эту долбаную хрень, слизь. Вот этот квадратный. Победа, друзья. Короче, и в принципе с одним и тем же счетом. Неуверенная победа. Неуверенная, но все же победа. Победа, ребят, всегда остается победой. Как ни крути. Ну что, друзья. На этом буду завершать свое видео. А вы напишите обязательно в комментариях, как по вашему времени, точнее, какая по вашему мнению, все-таки пачка будет лучше. Защиты, атаки, базы или центр. Потому что, когда я выпущу все четыре видео, мы об этом обязательно поговорим. Так, но сперва я хочу еще открыть сундук. Да, я сделал нужное количество киллов. Может быть, что-нибудь годное выпадет. Так, золото. Блин, лучше бы мне пока хантер падал, чем вирус. Очень много вируса падает. Фрост. А, меха рыцарь. Поделиться распаковкой. Ну, тут делиться, в принципе, особо нечем. Кстати, друзья, если кто новенький, если у вас где-то есть 800 кубков, то добавляйтесь ко мне в клан. Называется Экспиравит. Мы находимся сейчас на втором месте по моей стране. Поэтому вперед. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...